Все, что касается красоты, модности, здесь я подчиняюсь воле нашего стилиста. Славу Чайку мы нашли с помощью социальной сети. Мы увидели какого-то совершенно сумасшедшего парня, который выкладывает фотографии своих работ, моделей. Это было вообще не похоже ни на что. И мы вначале подумали, нет, наверное, он настолько крут, что он не будет с нами работать. Но когда мы ему решились написать, он сказал, что, ребята, я давно хотел с вами что-то слепить, поработать. Я увидел, может быть, то, что не увидел обычный зритель, то есть вот этот пластилин и желание создать что-то новое, создать что-то лучше, чем то, что есть в рамках украинского шоу-бизнеса. Не останнюю роль у створения образов для тех арт-кіс відіграют и известные украинские дизайнеры. Мы украинский коллектив, вот, мы этим очень сильно гордимся, гордимся, что у нас очень много талантливых дизайнеров, стилистов. Мы очень любим Каневского, Буренину, очень любим Фролова, Ех, Бевзу. Всегда приятно работать с первыми. Я тут дизайнер, делаю сезонную коллекцию. Слава, как стилист группы Хардкис, думает о их образах, звонит мне и говорит, что что-то там хотел бы взять. Як правило, це не просто щось там. Чаще всего это эпатажная одежда. Вот, например, комбинезон, который Слава брал для съемки Хардкис. Комбинезон из текущей коллекции Spring Summer. Ну, мы сотрудничаем с многими дизайнерами, очень сильно радуют начинающие какие-то дизайнеры, потому что у них больше прогрессивности. Периодично что-то есть очень такое новое, интересное, благодаря которому можно создать новый концепт и преподнести правильно зрителю. Я открыл для себя Ваню Фролова, не так давно Лару Квинт, правильно? И, конечно же, Марину Рыбалка. Очень часто, когда бываем мы не только в Украине, один вопрос у всех, что на вас, кто и так далее. Вот, я всегда с гордостью, с уважением говорю, что да, это Литалия Датюк, это Саша Каневский, тот же самый Бичола. В моем гардеробе есть свадебное платье от дизайнера Бичолы. Это причем раздельное платье, это пиджак, усеянный птицами, и большая белая юбка со шлейфом. Мы сотрудничали с Ирой Красильниковой, вот, если вспоминать мейкап, клип, она шила вот этот вот оранжево-розовый, но четко под моим руководством, четко с моим эскизом, вот, все-таки стилист это тот человек, который находится за кадром, тот человек, который все-таки должен до конца понимать, белое или красное. На одно из наших выступлений наш второй по важности человек по стилю это Виталик Датюк. Слава подобрал какое-то невероятно голубое, ну, синее платье, и Виталик к этому платью сделал обруч из маленьких человечков. Если присмотреться, то видно, что это солдатики. Это было как раз, по-моему, 9 мая, и мне захотелось сделать чего-то такое воинственное. В этом был какой-то смысл, во-первых. Во-вторых, это было невероятно, это было артово, это было, ну, реально, какое-то искусство. Для каждого выступа или фотосессии гурту Виталій Датюк выгадает новые и новые аксессуары, а от материалы... Где нахожу, да где попало? Вот бывает где-то в магазин пойду, там, бытовой, небытовой, строительный. Возьми ложку и сделай с ложки, да, возьми там вилку и сделай с вилки, возьми зубочистки и сделай зубочисток. Ну, чтобы это, во-первых, люди не могли понять, ну, из чего это. И критика назаборылась. Критиковали поначалу очень сильно и очень жестко и очень больно. Там из серии постоянно сравнивали с Леди Гагой, хотя мы не, ну, то есть это не эпатаж, мы просто красиво выглядим. Мы не стараемся никому шокировать своим, там, выходом. Ну, покажите мне вот Леди Гагу, да, допустим, в этом же образе для сравнения. Ну, я очень много ругаюсь с режиссерами, когда говорят, вот это у нее тут блестит. Вот просто вообще хочется, ну, это так должно быть. Говорили, что мы перебарщиваем, что мы слишком яркие. Но потом, когда они поняли вкус нашей музыки, наконец-то, после пятого, шестого трека, они поняли, что это все уместно. Такого рода проект надо уметь ценить хотя бы за то, что они делают. Последней нашей видеоработе с Томас я вообще представила в образе какой-то нежной сущности. Очень лаконичный образ, спокойный, минималистичный, черно-белый. Однак зараз команда гурту створяет набагато яскравящие образы. Естественно, когда мы будем готовить шоу, это будет что-то более яркое. Ну, это все будет зависеть от того, что мы придумаем. А мы сейчас думаем над чем-то, ну, очень грандиозным. Я уже, ну, сам больше полгода не был на концерте, то есть уже самому очень хочется. То есть делаешь, делаешь, готовишь, готовишь, а вот самому... Мы действительно собираемся делать презентацию нашего дебютного альбома. Это будет нечто грандиозное, большая площадка, большие декорации. И, соответственно, я не могу быть незаметной. То есть я должна в это все вписаться. Ну, незаметно это не про тебя, это точно. Это абсолютно что-то другое, что-то новое. Все основное впереди, то есть мы очень много изготовили всяких девайсов для Юлии. А еще у Юлии незаметно может появиться не просто стилист, а и особистий дизайнер. Адже Слава Чайка уже поволе опановует профессию кутюрье. Ну, я так потихоньку проявляю себя. Иногда мне даже приятно, когда спрашивают, что на Юлии одета, а я так говорю, ну, это я пошел. Иногда до створения луков для The Heart Kiss намагаются долучиться и фанаты. Есть люди, которые пишут о том, что вот мы видим вас там вот так и так. Нам даже пишут наши слушатели из серии. А вот вы едете во Львов. Вы думали уже, в чем вы будете выходить на сцену? Вот у нас есть там вот такое видение вас. Та далеко не все витримае прискипливый погляд стилиста гурту Слава Чайки. Фанат, он же все-таки не так глобально в этом всем зарыт, чтобы четко осознать светлое или темное. Ну, мы всех благодарим и просто объясняем, что у нас эксклюзив. У нас есть человек, который знает нас от и до. Очень много дарят разных аксессуаров. Вот, например, мы вернулись опять-таки со Львова позавчера и привезли оттуда головной убор, который девушка сделала сама своими руками. Привезли кольца, браслеты. Ну, в любом случае, мы к этому очень хорошо относимся. Я думаю, что в ближайшее будет «Харатки с поля чудес». Если вы хотите нас порадовать, то что-то из «Хендмейд» — это просто прекрасно. Мы обязательно применим где-то это. На какие-то интервью я одеваюсь с удовольствием, то, что дарят нам люди.